как нужно правильно вести себя на кладбище что делать при входе то есть при входе делать то же самое что вы делаете при входе в храм как в любое святое место нужно перекреститься поклониться желательно помолиться как вести себя на кладбище на кладбище ни в коем случае нельзя оставлять еду ни в коем случае нельзя распивать спиртные напитки какая должна быть правильная могила у православного человека сейчас что то что происходит на современных кладбищах это грубо говоря мрак язычества сейчас вот я скажу такие крамольные вещи не пугайтесь пожалуйста но все вот эти венки все памятники это излишество причем языческое изличество не нужно делать венков не нужно делать памятников на православной могиле должен стоять крест больше там не должно стоять ничего на кресте необходимо повесить небольшой рамочке иконочку какой-нибудь и рядом можно поставить лампадку или свечку вот под иконкой можно написать имя усопшего можно фамилию можно писать можно не писать это для желающих кто как сделает вот но обязательно должно быть написано имя потому что на некоторых кладбищах наблюдается такая картина написано фамилия и инициалы то есть за человека даже не помолиться мы не знаем его имени вот для чего пишется имя на могиле для того чтобы проходящий мимо человек прочел это имя и мог спокойно помолиться за этого человека и столько ради этого здравствуйте я ирия анатолий слабочиков на светле храма святитель николай чудотворцы всего плюсы приглашаю вас на молитву соглашению которая проходит в нашем храме мы читаем акафис николай чудотворцу николай чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на руси поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним к господу нашему иисусу христу до встречи на молитве